После такого выступления мы тебя можем назвать теперь королева Марго. Как считаешь? Не знаю. Пока что маленькая прыгаю, вырасту. Надеюсь, тоже буду прыгать. А что, вот как ты сама оцениваешь, это твое первое дебютное первенство России? Ты откатала хорошо короткую, откатала произвольную. Для тебя что главный итог? Баллы, место, чистые прокаты? Что ты считаешь для себя самым важным? Чистый прокат. Как ты настраивалась на такое выступление на этом чемпионате? Все эти 30 минут ходила по коридору, настраивала себя, максимально пыталась расслабиться. Но удалось, судя по прокату? Наверное, удалось. Для тебя эта золотая медаль имеет, по-другому сформулирую, какое значение для тебя имеет вот это первое место на первенство России? Это какой-то трамплин дальше, это ступень? Что для тебя это? Медаль для меня не имеет значения. Для меня сейчас нужно было скатать чисто программу. Все. А место занятое не играет роли? Судьи должны были решить, какая я стану. Самое главное, чистый прокат. У кого-то такая рассудительная. Не знаю. Маргарита, вот ты говоришь, что сейчас ты прыгаешь, надеюсь, сможешь сохранить свои прыжки, когда чуть потрясешь. То есть уже сейчас думаешь, что тебе предстоит много лет в юниорах, прежде чем ты сможешь уступать по взрослым показателям контента? Нет, просто у всех наступает тот момент, то есть пубертат, и его надо прожить, прожить и все. Пройти, чтобы двигаться дальше? Да. Ну, поскольку уже есть элементы ультра-си, как нам говорила Лиза Туктамышева, если бы я в детстве не запрыгала тройной аксель, то неизвестно, запрыгала я его бы после пубертата. Конечно, да. То есть штука еще в этом. А не пугает, что дальше будет только тяжелее и тяжелее? Нет, не пугает. А что тебя, может быть, мотивирует, подбадривает на твоем пути? Подбадривают только тренеры и родственники. И твой сильный характер. Да. Это видно. А атмосфера имеет значение? Да. Состязание. Да, я хочу поблагодарить зрителей, что была такая активная публика, которую постоянно поддерживали. Где ты была улетена здесь или на чемпионате по прыжкам? Какой турнир сложнее тебе дался? На чемпионате по прыжкам я занималась своим любимым делом. Это прыгала. А тут надо было собрать всю программу, отвращаться и показать эмоции, передать их. Ну, еще попрыгать. То есть здесь посложнее, если так все. Получается, для тебя вращения те же, и криптическая часть чем-то даже сложнее, чем прыжки? Да. Есть прыжок уедет? Все. А какой хочешь дальше учить? После сальхвотулупа, вот сейчас ты здесь нам показывала четверные. Пока не знаю, не думала. В планах освоить максимум с того, что есть. Да. Ну и как ты собираешься отмечать? Будешь ли ты, планируешь ли отмечать эту победу, эту золотую медаль? Наверное, посижу с мамой, с папой, с сестрами. За столом посидим и все. Мы обсудим. Да. Позволишь себе что-нибудь с колоритами? Я позволяю себе. Каждый день. Это круто. Баргарита, мы поздравляем тебя с таким успешным выступлением на твоем дебютном первенстве России. И желаем, чтобы ты всю свою карьеру, чтобы у тебя все было так, как ты сама хотела, чтобы это у тебя проходило, ну, как по маслу. Спасибо. Алиса, ну, замечательное выступление на этом чемпионате на первенстве России, серебряная медаль. Мы знаем, что она для тебя, наверное, ну, скажем так, одна из самых, может быть, трудных для меня. Она далась мне нелегко, очень много сложностей пришлось пройти. Ну, смогла. Смогла. И, конечно, это поддержка всего тренерского штаба, поддержка моих близких, моих родных, моих друзей. Очень их люблю, спасибо большое, потому что без них, я думаю, у меня бы не получилось. Как ты вообще настраивалась на выступление на этом первенстве России? Может быть, какие слова ты говорила сама себе? Алиса, ты сможешь. Что на тренировках я делала этот контент, и почему бы это не сделать на старте? Ну, конечно, еще раз, это поддержка моих близких тренеров, и они меня успокаивают, и волнение, конечно, уже не такое. Ну, мы уже спрашивали у Лиды, не у Лиды, у девушек, которые выступали до тебя. Сейчас такая высокая конкуренция в нашем женском одиночном катании. И, как тебе кажется, можно ли быть в числе призеров, если в твоем арсенале нет элементов ультра-Си? Ну, конечно, если нет элементов ультра-Си, это очень тяжело, потому что сейчас фигурное катание развивается, все идет вперед. И поэтому, конечно, вот чему сейчас нам показывают, что даже девочки, которые чисто катали две программы, и даже с ультра-Си, все равно не получилось даже зайти на пьедестал. Поэтому, конечно, помимо ультра-Си должны быть и вращения, и дорожки, и остальные тройные прыжки, потому что ультра-Си, они добавляют тебе уверенности. Ну, то есть, они дают тебе еще больше шаг вперед. Вперед, да, запас. Ну, если ты их исполняешь, конечно, они дают тебе запас на большие баллы. Но если ты исполняешь элементы ультра-Си и не делаешь вращения на четвертую туре, не делаешь там вторую половину прыжки, не исполняешь, конечно, они не помогут. Ты воспринимаешь уже эти сложные элементы ультра-Си как норму, как что-то, само собой разумеющееся, хорошо бы, если вот это было? Это, ну, да, это уже как бы прижилось в нашем фигурном катании, но никто их не обесценивает, потому что это очень сложные прыжки. И очень большая на них идет нагрузка, хотя кажется, что, может быть, мы их легко исполняем, но там, понимаете, ноги чуть-чуть не туда поставишь, уже все, уже ты уже не так летишь, уже летишь криво-косо, и не факт, что ты приземлишься. Поэтому их и учить надо аккуратно, и заходить в них надо с готовой головой, что если ты не готов, лучше не делать. Ну, у вас очень сильная команда тренеров, у вас очень сильная группа, и как тебе кажется, каким качеством должен обладать спортсмен, чтобы вписаться вот в этот вот Dream Team? Ну, не знаю, чувство юмора, работоспособность? Знаете, там и чувство юмора, и, конечно, сильный характер, потому что, например, если тебя будут все жалеть, ну, как бы, ты себя сам будешь жалеть и не работать, ну, зачем тогда вообще что-то делать? Потому что без этого никак, и ты должен работать, не жалея себя, тогда это приведет к результату. Вот сейчас уже есть понимание, в следующем сезоне ты будешь так же премьером, или уже думаешь о переходе во взрослые? Ну, это уже не мне решать, конечно, бы хотелось уже попробовать покататься во взрослых, но правило есть правило. То есть, пока не знаешь, что ты вот этот код упадешь, я, насколько понимаю, раз ты не за годов 17, то на российских 16 можно будет, да? Ну, я вторая половина года, поэтому я не знаю. Конечно, хотелось бы, но там уже как будет. А вообще обидно, что так ужесточают возрастной ценз, и не мешает ли это развиваться? Например, твоей сопернице Маргарите придется, чтобы не пять лет ждать, не поделась в России. Ну, а что нам делать? Мы тренируемся, учим новые элементы, совершенствуемся. Это у нас уже на последнем, можно сказать, месте, что поднимают так. Конечно, хочется выходить во взрослые, потому что век фигуриста, он не так долг. Поэтому все равно, все равно надо работать, все равно мы работаем, и поэтому особо не обращаю внимания. Алису, есть книжка «Алиса в стране чудес». Я хочу сказать, что ты нас сегодня привела в свой мир чудес, что ты постаралась выложиться на максимум, исходя из этой ситуации. Ты большая молодец. Спасибо. И человек с сильным характером. Успехов тебе, главное, здоровья. Надеюсь, мы скоро увидимся. Да, конечно, хочется передавать образ в своих программах, в своих выступлениях, потому что зрителю это интересно, и судьям интересно смотреть не только на прыжки, на вращения, интересно, конечно, смотреть на эмоции самого спортсмена. Умница. Молодец. Блестящее выступление, бронзовая медаль, какие эмоции. Вот об этом больно. Я безумно довольна собой, потому что думала, что здесь я точно не веду на пятистал. Думала, что будет хуже. А за счет чего удалось? Соболась как-то? Да, ну, уверенность мне дал мой предыдущий старт, потому что там, ну, решалось, поеду или не поеду. А что за предыдущий старт? На Призы Чайковской в Москве. Всероссийский старт. То есть, если бы неудачный выступ, то не была бы здесь? Думаю, мы бы убрали, наверное, тренинг акции. А как он у тебя вообще? Стабильно получается? Насколько сложно было сегодня? На стартах у меня обычно он получается стабильно, но на тренировках тоже стабильно старается. Понятно. Пришло пойти в Абанк? Да. Здесь показать максимум свой призванный? На тренировках. Не сказать, чтобы все было идеально. И когда вы приняли решение, что все, мы будем его делать со стороны Акселя? Уже после соревнований. После Кайпокосов? Прошлых. Нет, прошлых. Скажи, пожалуйста, кто с тобой болеет здесь? Мой папа. У вас с тобой всегда на соревнованиях есть? Да, я езжу без мамы, потому что у мамы работа, у папы тоже работа, но у него такая, можно отвечать. Поэтому мне с ним комфортно. Ну, это твоя первая медаль. Первая медаль на первенстве России. Что для тебя это значит? Для меня это значит очень многое, потому что это вот мое начало, мой путь к первому месту. Я в больнейшем думаю, что будет еще намного лучше, еще интереснее. Ну, у тебя очень достаточно хорошо складывался этот сезон, и ты показывала эти программы. Вопрос, который мы уже задавали другим ребятам, что нового ты узнала о себе на этапы Гран-при, на первенстве России сейчас? Я думаю, что не всегда все идет гладко, но надо быть уверенным в себе и никогда не сомневаться в себе. Как бы ты тремя словами характеризовала себя? Какая ты его? Я веселая, немножечко стеснительная и стараюсь не показывать эмоции на публике. Ну, только если положительная. Ну да, если только положительная. Чем порадуешь себя? Что бы ты хотела получить за эту медаль? Ну, не знаю, там какое-то, может быть, желание осуществилось или какая-нибудь материальная игрушка, не знаю, там какая-то вещь. Ничего не надо? Мне ничего не надо. Мне главное – это медаль. Золушка, которая потом превратится в принцессу. Ну, мы желаем тебе успеха. Спасибо. Спасибо. Спасибо.